Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Alive, и у нас сложная задача. Сложная будет задача. В общем-то, ух ты, у нас появились новые динозавры? Или это с гибридами? Ладно, не об этом. Так, ну, я достиг 12 уровня не так давно, это радует. Теперь у меня 22, по-моему, гена могу собирать с одного выстрела по самым простым динозаврам. И, по-моему, там 16 уже по эпическим, короче, в общем, круто. Это круто. Ну, вот, в общем-то, команда какая у меня здесь? Команда с ребятами крепкими, и у которых есть, допустим, там замедляющий или снижающий урон. Что-то вроде, короче, такого. Давайте, ладно, перед началом соберем нашу ячейку, и вы сейчас увидите, для чего это нам пригодится. Честно говоря, не знаю, то есть, как бы, чем это можно дело проходить. Так, давайте откроем. Ну, вот так нормально насыпают. За вот эти башни иногда насыпают по-то несколько тысяч генов, и это, короче, круто. Там мне, по-моему, не хватало иритатора. Теперь у меня иритатора много, я могу создать еще несколько новых гибридов благодаря башням. Это, короче, круто. А вот, собственно говоря, и наша башня. Так, лимит я уже свой сегодня выполнил. И давайте будем смотреть. У нас здесь одна битва, и, к сожалению, он заканчивается сейчас. И нам, скорее всего, наваляют люлей, увы и ах, потому что противники здесь вот такие вот. Так, подожди, это эхо 126. А, подожди, а здесь обычный раптор есть? Есть, дельта 131 и 129. Ха-а-а-а. То есть, в принципе, я могу первым открыться раптором, и я буду шустрее. Потому что у меня 132. Ага. Так, только раптором, наверное, стоит открываться, либо не стоит. Давайте сейчас подумаем. Я хожу первым, снижаю урон. Да, это отличный вариант. И только потом нужно будет подменяться. Даже не знаю, кого здесь брать. Кстати, неплохой удар есть у Брахика. Много разных вариантов. Даже теряюсь, кого взять. И здесь у нас есть снижение урона. Ну, вот Брахик. У него просто сразу доступен вот этот рев. Он, короче, хорошо сюда подходит. Теперь кого-то еще. Кого бы еще нам тут выбрать? Нанесение урона. Ну, здесь нужно ждать. Задержка 1 балл, чтобы поставить щит. То есть мы самый сильный удар пропускаем. Потом его сразу замедляем. А Маргоцефал, ну, у него 40 броня. То есть он, как бы, неплохой такой себе вариант. Из этих ребят что? Мы тоже сразу можем вольнуть на полтора урона. Но это, в принципе, не актуально. Потому что у нас будет сниженный урон от рапторов сразу же. И, в общем-то, нам сделают очень больно. Также, ну, первый удар. Там же будет около 2000. То есть у этих рапторов уже 1000. Подождите, сколько у этих ребят удар? Два косаря. Два косаря. Они будут быть двойным ударом. Ой, блин, 1200. На здоровье посмотрел. То есть 2400, 2400, 2500. Короче, у них у всех удар около 2500. А у этого даже 2700 будет. 2700. То есть без брони, конечно, здесь вообще печально будет. Без брони. Но вот эта штука нам может помочь. Так. Здесь что? Есть двойной удар с обходом брони. Есть щит 50%. Тоже, в принципе, неплохая штука. Но опережающего удара здесь я не вижу. Но есть снижение скорости. То есть первый урод, конечно, мы будем принимать на себя. Но потом, в принципе, вполне себе неплохо получается. Здесь тот же самый объем замедляющим. Он носит с нас, конечно, большую часть жизни. Но у нас броня 30%. Но неплохие. Но выдержим ли мы второй удар, конечно, тут большой вопрос. Но на три хода. Ну, как бы, вот все ребята интересные. Ну, и, естественно, Индоминус может это все дело неплохо танковать. Так что даже не знаю, от кого взять. Амаргоцефала. Тут на два хода. На два хода. И что, есть контратака? Да, есть еще контратака. Ну, слабый удар. Здесь поинтересней. Перезарядка 4. Паралич есть. Допустим, так. А что у нас здесь? 3200 жизни. 30 броня. Здесь 30 броня. Тоже. Подождите, может этого взять. Что у него есть? Сразу мы получаем урон. Половину жизни теряем. Ну, потому что у нас 30% броня по нам пройдет. Там не 2500 тысячи, а примерно 1700-1500 пройдет по нам. Что мы потом делаем? Замедляем противника на три хода. Это позволяет нам ходить первым. Очищаем себя. Можем потом броню. Ну, тоже, как бы, варианты есть на самом деле. Ладно. Жаль, что одна попытка. Блин, мне кажется, ну, дали бы три попытки. Это все-таки не просто так. Это же противники на голову выше нас по уровню. Ну, мы откроемся с Раптора. Потому что мы будем всегда быстрее. Хорошо, что там нет у него обычного Раптора. Давайте смотреть. 129 скорость. Ну, естественно, у него наскок. Блин, у него шанс крита есть. Так, так, ну, блин, подождите. Мы сейчас можем тут затащить вообще на изи. Ну, по крайней мере, следующего еще я смогу затащить. А там будем разбираться, да? У него будет ослабление атаки, так что тот, кто у нас будет принимать урон, ему будет не так больно. И ослабление атаки на нас не будет. Так, тогда, кого мы сейчас вызовем? Ну, давайте попробуем взять крепиша, стегодея. Стегодея, и мы походим вот так. Это был обычный удар. Теперь ходим мы. И... И... И мы снова не ходим. Черт. Он умер. Че-то я думал, что он выживет. Вот так. Давайте подумаем. Вон нам сейчас двойной урон прилетит. Ну, мы должны выжить. И что мы дальше сможем сделать? Очищение себя, нанести снижение скорости. Ну, сможем еще походить. В принципе... В принципе, норм. А! Смотрите, какая фигня. У него теперь... Подождите, сейчас будет самый сильный удар. Этот самый сильный удар. Вот просто выдержим или нет? Блин, а вы прикалываетесь? Я думал, челлендж тут сейчас будет такой, как не знаю что. Он бьет простыми ударами. Ну вот, наконец-то. Наскоп, конечно, прилетел. Уже мы его не выдержим. А вообще выдерживали? То есть мой план был верен, так сказать. Так, ну теперь из этих, ребят. Что? Насколько у него прошел? Щит 50 на один ход. Минус 50 скорости цели на два хода. И есть двойной урон. Двойной урон? Ну, в принципе, да. Пойдет. Замедляем цель. Блин, печаль получилась. Ну, это нас спасло. Реально, конечно, я не учел, что это у нас был с нейтрализирующим этим. Да. Можно было только что зафейлиться. Ну, короче, круто. Ну, они как-то тупо себя вели, да. Я хотел бы все-таки, чтобы был челлендж. И мы бы, конечно, проиграли, если бы они себя вели так, как надо. Ну, и только из-за последнего хода. А, короче, мой велосипед автор нарешал. Так, 11 косарей. Ну, у меня тут уже почти ничего не осталось. Галлимим. Галлимим. Это, да. Они на Мономима ушли все у меня. Так. И Арнитомимчик. Ну, Арнитомимчик у меня есть. И чего? Пирораптор. Я могу создать уже гибрида даже Пирораптора. Так, эпический блю. Это круто. Так, теперь давайте зайдем. Короче, у меня камень с плеч спал. Теперь можно, можно что-то создать какого-то нового гибрида. Я хотел создать броника. Но, вот видите, я могу создать этого, могу создать этого. Но хочу создать этого. Это Трагодистис. Ай-яй-яй, клеточек не хватит, да? Хочу Трагодистиса. Я его хотел, вообще-то, создать специально для вот этого вот боя, но... А, нет. Ну, по идее, хватит. Ну, с какой-то долей вероятности. Блин, придется идти создавать, наверное, еще Амаргоцефала. Но он сам по себе неплох. Не знаю, Трагодистис. Сейчас я создал, вот, специально прокачал с 10-го на 15-й пара зауралов. Для этих целей. В облом мне копаться в интернете, смотреть, насколько он хорош, нехорош. Давай 90, да и все. Мне, кстати, было такое, да, 90 попадало. Это было круто. 30. Ай, как раз отлично. Ну, впритык, хватило, но... 500 клеточек почти ушло Амаргоцефала. То, что я насоздавал и поймал парочку. Ну, давайте создадим. Вот такой вот у нас Трагодистис. Давайте его подразним. Корова напоминает. Ого! Но удар, конечно, у парнишек крепкий. Так, вот такой вот у нас парень. Давайте смотреть. Здоровье 2 200. Здоровья, конечно, мало. Но броня 40. Ну, у того же Стигодея 3 200 жизни. Здесь почти на 1000 меньше. Удар вообще фигня. А, ну, у него довольно высокой скорости. Он будет быстрее практически всех хищников, не считая раптора подобных, мелких. И... Да, и травоядных большинства быстрее. Ну, такое. Удар вообще понтовый, конечно. Давайте смотреть. Такое. Очищение себя. И снижение скорости, как у Брахика, да? Ну, такой удар. Есть Ярж двойной урон. Перезарядка 1. Кстати, клепать можно через раз. Это круто. Длительная непобедимость. Непобедимость на 2 хода. А, вот в чем его фишка. То есть, я могу, то есть... Сразу 2 хода пропустить самых сильных у противника. То есть, я по нулям. Ну, не считая, если... Конечно же, это щит. То есть, если у противника есть удар, который пробивает щит, это не сработает. Но, в целом... То есть, против всяких там секондонтидов не проконает. Так. И большой оглушающий удар. Ну, один раз в 3 хода. Но есть пассивочка. Контратака. Ага. Так что... Он довольно хорош таки. Давайте тогда изменим. Вот тебя. И пойдем куда? Пойдем, конечно же, сражаться. Так, надо 3000 уже как-то разменять. Надо больше серий снимать. Правда, ребята? Чтобы мы быстрее продвигались по арене хотя бы. Вернуться на седьмую арену нам сейчас надо. Ну, хотя... Как бы... Да. Я не стремлюсь там... Выйти в 4000 кубков. Потому что... Там нужно брать просто конкретных нескольких диносов и качать на максимум. То есть, ну, того же... Ну, раптора и индоменса я буду таки качать. Так, это стигодей у нас получился. Ну, естественно, против быстрого. Мы берем замедление. Ну, ему бы подмениться. Но не судьба. 18 уровень, кстати, это был парнишка-то. Слил так своего раптора. 20. Он еще и побыстрее нас нехорошо. И у нас очищение. Да, но, пожалуй, мы следующий ход не переживем, да? А, хотя мы ходим. Мы ходим. Шикарно. Но это все равно наш последний удар. Крит. Ах, какая красота. Ничего себе мы живем. Но опять нам снизили скорость. И снова он ходит первым. Нам мы не успеем уже походить. Но неплохо. Мы все-таки с 20-м сражаемся. Так, у нас есть шустрик. Вот то, что я делаю и постоянно говорю, не надо делать. Бейте всегда сильным ударом. Но мы прибережем наш сильный удар. Хотя, опять же, если у противника был бы велоцираптор, которого мы убили, да? То он бы ходил первым. У него был 20-й. Поэтому до свидания мы скажем. И победа. Ну, неплохо. 20-х наказали. Так, это у какой? Мы же там, когда мне дадут даже какой-то 12-часовой инкубатор? Явно не сегодня. Идем дальше. Насыщенная серия, смотрите. Создали нового гибрида. Победили крутых, короче, рапторов. И еще вот тут. Сейчас его обкатаем. Поднялись на 3000 кубков. А, это же уже новая арена, да? Топи. Топи сорны. Ну, давайте Брахика возьмем. Небо вообще не прорисовано. Ну, вот это классный удар. Он идет с опережением, со щитом и снижает скорость. И в ответку такой же получили. М-м-м, да. Не очень получилось. Так, как хотелось. Блин, ну. Что такое не везет и как с этим бороться? Давай еще нам. Иди нафиг. И паралич. Смотрите, голову наклонил уже. Ну, это просто, короче, издевательство над нашим Брахиком. Ну, ничего не поделаешь. Он, гаденыш, приберег для себя вот эти вот удары. И сейчас мы тут будем получать. Иди ты в баню, я тебя, короче, так... Так, съедим тебя. Не люблю я использовать, конечно, невидимость сразу. Но это на нас не сработает. Пробиваем его нафиг. Иди, иди в баню. Хоть уклонился. Не так, как мономимы, то это радует. Хе-хе-хе. Ну, бывает и такое. Я быстрее. Вот так вот. Бывает и праздник на нашей стороне. Не только наших Брахиозавров можно унижать. Так, надо Патазавр. Хотя его надо было атаковать. Чего я это затупил? Я же быстрее. 106. А у нас 107. Блин, да, реально. Надо было атаковать сразу. Ну, вообще изи катка получилась. А, ну, у меня же эндовинус уже прокачался. У меня же он 18 уровня, ешкин кот. Да, дикие звери, ребята. Бляха-муха, ешкин кот. Это был не матенок. Это дикий такой зверь. Это муха такая. Ой, открыл инкубатор. Ну, ладно. Идем дальше. Трагодистец, где ты? Выходи. Наконец-то. Вот, у нас есть ТГД и Трагодистец. У него с головы похожи, только у Трагодистеца голова как-то помассивнее выглядит. Блин, надо было скиншот сделать. И мы чертовски шустрые. Так, что там у него? Блин, у него сквозь броню есть. Нет смысла использовать этот удар. Но мы быстрее. Он против рапторов, да? Может заходить. Неплохо. Я его же для этого именно поэтому и хотел использовать. и контратака. 6, 6, 6. Это плохое число для него, конечно же. Паралич есть. Есть. Но это непобедимость. Это нам не надо. Но это не поможет. Ах ты гад, помогло. Это в коей веке помогло. Кстати, а снижение скорости суммируется? Можно снижать 100%. Так, один удар я выдержу. А потом на два пропустим. Так, а теперь делаем вот так. Хотя надо было его парализовать, да? Ну, ах. Что-то я забыл. Что-то мне казалось, что у него шум... Тирекса убирали эти удары. Или это я уже привык к этому, к Тираннозавру Джен-2. У него там удары только сквозь... Короче, глупо получилось, да? Надо было паралич использовать. Ну ладно. Я это вижу. Так, что у нас тут есть? Полтора урона. Это был обычный удар. И прощай. Наш друг. И щит как раз. Против следующего противника поставим себе. Ну, а это нам не страшно. Снижение урона тоже нам не страшно. У нас есть снижение скорости. А, ну что у нас с ощущением было? Не обратил внимания. Ну, короче, прекрасно себя показывает трагодистис. Трагодистис. Сразу откроем. Три баксы несчастных. Куда еще тратить баксы? Конечно же сюда. О, ирритаторов насыпали нам когда-то. Вот этих, по-моему, мне насыпали. Несколько тысяч. Ой, что это я туда полез? Нам дальше в схватке. Давай, противник, выходи. Строится. И, конечно же, мы берем нашего 3200 и 2200, да? Вот такие вот. У нас, вообще-то, все броники попались в этой части. Так, ну, мы шустрее. Что сделаем? Непобедимость на 2 хода что-то не впечатляет. Двойной урон. Не хочу использовать, естественно, замедление против него не надо, потому что он сейчас использует замедление. Так. На тебе контратаку. Ну, вот что сейчас сделать? Давайте парализуем его, что ли, тоже. Не проканал, а у нас проканал. Отлично. А теперь снижаем ему скорость. И теперь мы ходим первыми. И мы побеждаем. Так, это мы где-то полторушку урона, да, можем выдержать. Так, Энязух. Первый удар у него не страшен, чего не скажешь про второй. Окей. Непобедимость. Давайте посмотрим, как она работает. А мы будем ему отвечать. Ну, правда, мало, но... Но, тем не менее. Вот если сейчас паралич у нас пройдет, это будет вообще бомба. Прошел. Шикарно. Блин, как он раскладывает их во... Няшный динозавр. Он мне нравится. Мне и маргоцефал понравился, и стигодей понравился, и этот тоже нравится. Ну, давайте вот возьмем стигодей и как раз посмотрим. Скорость, конечно, сразу бросается отсутствие превосходства по скорости. Это минус один ход. По факту. Но, это победный ход. Амаргоцефал. О-о-о-о-о-о. Так, что бы там ни было, мы ходим первым. Снижение скорости у него есть, и у него оно доступно. Хорошо. Он обычную атаку сделал. А, это была контратака. Снижение скорости. Использует мгновенную непобедимость. Отлично. Хорошо, что я не нанес ему удар. Скорость мы у него-то заберем. Так, и она на один ход ему давалась. Тоже у него есть контратака. И сейчас время демажить. Сквозь броню. Шикарно получилось. Так, рапторчик. Ну, жаль, что вот эти удары без опережения. Мы выдержим. Хотя... Выдержали. Ха-ха-ха-ха. Получи, фашист, гранат. Правда, у нас урон сниженный, конечно, сейчас. Но этого достаточно. Да. Короче, команда этих бронников, эта троица мне очень понравилась. Если вам понравились тоже эти ребятки, особенности трагодистис, ставим пальчик вверх, не стесняемся, чтобы с ними побыстрее снова встретиться. Вот такие вот дела, ребята. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok